Привет, друзья! Вы на просторах развлекательного канала Помидорка с решеткой. Меня зовут Бакштеев Дмитрий, и мы тут с вами в разные стратегические игры играем, и не только... Сегодня нас, Министерство Разработчиков, порадовало игрушкой Beholder 2. Дабло позаливать в Министерство. Да, усаживайтесь, пожалуйста, поудобнее бету Beholder, посмотрим. Вообще игра у меня еще вообще в сраньего-сраньего-сраньего билда с марта висит на Винчестере. Ну вот недавно обновили версию, я решил таки поиграть в нее, точнее записать ее. Вот, вот, звук есть. Просто знаете ли, тогда в марте звука в игре не было вообще, а сейчас вот появился, это круто. А как я уже сказал, это все потому, что версия была очень ранняя. Перевод в Министерство одобрен. Приступить к работе сразу после приезда в Хельмер-Каннинге. По скрипту, он твой отец мертв. Подробности при встрече. Вопрос. Играем мы вот за этого юного человека. Мне нужно идти на работу домой еще рано. Эван Редгрейв его зовут. Здравствуй, Эван. Привет, ребята. Привет. Пойду работать в Министерство. Джордж Хемниц. Привет, видимо, тебя я и жду. Меня зовут Джордж Хемниц. Добрый день, Эван. Должна быть, ты важная персона, Эван. Я прав? С чего ты взял? Я работаю в Министерстве уже 8 лет, 4 месяца и 12 дней. За это время я обработал 18342 обращения от граждан, выпил 1629 чашек кофе и был свидетелем 284 случаев гражданского неповиновения. А теперь спроси, сколько раз меня отправляли встречать новичка на входе в его первый рабочий день. И сколько же? Ноль, Эван. Ни разу за 3052 рабочих дня. Отсюда я делаю вывод, что ты важная птица. Я прав? А ты прав, я бажа, шашка в Министерстве. Или я понятия не имею, о чем ты? Слушай, ну я, короче, понятия не имею, о чем ты. Натуре. Быть может, ты меня с кем-то путаешь. Я прибыл по назначению на должность простого клерка. Я Эван Редгрейв. Редгрейв? В смысле, тот самый Редгрейв? О боже, ведь твой отец... Дайте угадаю, Редгрейв. Хм, хватит болтать, отведи меня в Министерство. Продолжай, Хемнин. Что ты хотел сказать? Прими мои соболезнования. Наверное, тебе очень тяжело сейчас. А ведь я виделся с ним за 58 часов и 23 минуты до его... до его кончины. Мы с ним никогда не были особо близки. Если быть честным, мы не общались уже лет 10. Я даже не знал, что он тут работал, пока вчера мне не сказали. Он не просто тут работал. Твой отец был одним из самых уважаемых людей в Министерстве. Руководил на самом верху. И что самое удивительное, он не смотрел на простых сотрудников сверху вниз. Был открытым и честным человеком. Что произошло? Полиция уже что-то выяснила? Нам мало что говорят, так что у меня есть только несколько фактов. Остальное это слухи и домыслы недалеких сотрудников. А какие факты? 47 часов и 23 минуты назад твой отец выпал из окна на самом верхнем этаже Министерства. Пролетев 37 этажей, он упал на мостовую и умер мгновенно. Причины происшествия устанавливаются компетентными органами. По крайней мере нам так говорят. Маловато фактов. Возможно, у меня есть для тебя важная информация, касающаяся смерти твоего отца. Но нам лучше поговорить об этом в тихом месте. И после того, как я проведу инструктаж и покажу тебе рабочее место. Как говорится, первым делом дело. Готов к своему первому дню в Министерстве? Да, готов, веди. Вот такое вот начало, вот такая вот затравочка. Нужно теперь следовать за Хемницем. Но дело в том, что Хемницах следует за мной. Здание Министерства по праву считается одним из самых красивых и функциональных строений страны. По сути сам. 37 этажей, 226 метров высоту. 12 742 кабинета и более 325 тысяч посетителей в день. Иногда я пытаюсь посчитать, сколько единиц товаров народного потребления могли бы произвести все эти люди, если бы занимались чем-то помимо стояния в очередях. Но обычно такие цифры у меня в голове не укладываются. И я сдаюсь. А ведь, знаете ли, Хемниц, щитовод тот еще. Но вы сами видите его дотошность. Пошли-ка. Обрати внимание на статую мудрого вождя на площади. Для ее изготовления было использовано 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций. Масса всего памятника свыше 8000 тонн. Для его сооружения пришлось отказаться от постройки 8 детских садов и одной больницы. Впечатляет, не правда ли? Да, и ужасает одновременно. Особенно твоя ремарка по поводу детских больниц. Твой отец закончил свой жизненный путь здесь, на холодной и бездушный мостовой. Теперь это любимое место для людей, которые любят посудачить. Можешь послушать, о чем они говорят, хотя вряд ли ты услышишь что-то полезное или приятное. Тем не менее, привыкаем. Специфика работы здесь такая. Не важно, какая у тебя должность, нужно все слушать, везде смотреть и потом докладывать наверх. Да, такая специфика работы в министерстве и такая специфика игры у нас. Ну, давай послушаем. 10 секунд. Встанем рядом и началось. Что тут произошло? Я уже 3 дня в министерство распределения отчета нашего все пропустил. Говорят, Редгрей вчера выпал из окна. Ты вообще представляешь, кем он был? Я как не знаю. Он большой начальник. Как такое могло случиться? Не знаю, лучше об этом не думать. Ну вот, видите. Ну-ка, тут что? Просто стоим рядом и слушаем. Все нормально. Никто не обращает внимания. Все ништяк. Торин видел, как он летел. Говорит, с самого верхнего этажа. Сначала стекла посыпались, а потом... Ой, черт. Наверняка уже головы полетели. Наоборот, Фил, тишина стоит. Объявили трауру, как обычно. Это-то и пугает, понимаешь? Просто так министры с верхних этажей не летают. Что у них? Дел больше никаких нет. Тихо ты, сам захотел полетать. Да ты что? Я так, я... Я не имел в виду. Пойдем-ка отсюда. Хе, да-да-да. Лишнее словцо нельзя тут сказать. Такие пироги и такие порядки. Ну, Хемниц, безопасность в министерстве – это отдельный повод для национальной гордости. Посмотрите на эту очередь. Охранник здесь – это твой лучший друг. Особенно, если ты умеешь с ним договориться. С начала этого года, благодаря охранному ведомству, было предотвращено уже 985 попытков теракта. Это почти 4 зарегистрированных попытки в день. В общем, на всякий случай, носи при себе наличность, не порти им статистику. Понимаешь, о чем я? Наличность, говорит, носи. А... Нельзя. Понял. Хорошо. А, не против. Проходим. Проходим, не толпи... Упеемся. Смотри, кто-то попался. Новые технологии, она страшит человечество. Нависшее оптово окно соединяет эти рамки с главным министерским реестром. Скорость передачи данных более 10 гигабит в секунду. И херачит, и херачит. Любая запрещенная вещь будет сразу же обнаружена детектором. На разработку этой технологии было потрачено более 180 миллионов. Правда, всегда есть возможность эту рамку просто обойти, если умыслить... Если умаслить, прошу прощения, безопасников. Ага. Типа, если нужно будет что-то пронести с собой, нужно просто договориться с ребятами и обойти эту рамку. Все нормально. Ну-ка, побазарим... Послушаем, точнее, как вы говорите. Да, видите, это действие стоит 10 секунд вашего времени. Но я так полагаю, все-таки минут, потому что... Вот оно время. Минута, часы. И 10 минут вы тратите на этот разговор. А день складывается из часов вам выданных, и вы сами распределяете время. Забыл свой код доступа к терминалу. И что теперь делать? Ума не приложу. Вдруг его кто-то другой вспомнит? Да, беда. Ой, дебил. Как я уже говорил, в здании 37 этажей, вдвое больше подземных... Да. Угу. Не успел я прочитать. Но надо было остановиться и прочитать. Мы должны помнить о том, зачем мы здесь, и благодаря чему, а точнее, благодаря... Кому. Здесь проходят общие собрания. Чаще всего это довольно обыденные мероприятия, где выносятся поощрения или выговоры отдельным личностям. Бывает, что тут публично осуждаются действия соседних государств. Какой-то умник предлагал окрестить эти собрания пятиминутками ненависти, но, помнится, тут же схлопотал за это выговор и больше уже никогда и ничего не мог предложить. А еще иногда мы поем гимны. Например, только в этом месяце я спел главный гимн страны 426 раз. Иногда, говорит, поем гимны 426 раз в месяц. В месяц, Вася, понимаешь? Общая площадь первого этажа, здание министерства. Какая? 440 тысяч квадратных метров. Просто дух захватывает, правда? 440 тысяч квадратных метров бюрократического рая. Вообще-то, жестко. Да, как я сказал, и захватывает, и пугает. Но мы послушаем, что у нас тут. Видел, как тебя обыскивала охрана. Что хотели? Да кто их знает? Говорят, лысого ищут. Ну, у тебя же есть волосы. А под ними ты, а лысый, пока разобрались. Видишь, в очереди каждый из этих людей... Давай назад. Каждый из этих людей пришел сюда со своей проблемой. Настоящие это проблемы или надуманные решать? Не нам. Наша задача направить людей в нужные ведомства. Важно не слишком усердствовать, чтобы у граждан не создавалось впечатление, что у министерства нет других дел. Угу. Не слишком усердствовать. Этот тип такой неукружий, постоянно что-то роняет, все время забывая, как его зовут. А может, это, поговорить с ним? Давай поговорим. Да, конечно. Давайте пнем Моррису. Кто еще не пинал Морриса сегодня? Кофе сегодня на голову мне уже выливали. Острая булавка в сиденье, стула была. Это же так весело, толкнуть неуклюжего Тифика Морриса и потешиться над тем, как он ползает и собирает бумаги. Можно в господи, можно плюнуть ему в лицо. Дичь, давайте поможем. Давайте я помогу. Очень смешная шутка, молодой человек. Ха-ха-ха. Я серьезно и с удовольствием помогу вам все собрать. С чего это вдруг? Вы не из нашего министерства? Или... Новенький? Сегодня мой первый рабочий день. Это многое объясняет. Интересно, сохраните вы такое отношение к людям дальше или станете как остальные? В любом случае, большое вам спасибо, молодой человек. Неуклюжий Моррис, это, конечно, не тот человек, которого приятно или выгодно иметь в друзьях. Но будьте уверены, я отблагодарю вас в меру своих скромных сил. Не стоит это мелочи. Давай поможем. Достойный выбор. Просто помни, что помочь всем ты не сможешь. Как ни пытайся, поверь мне, я пробовал. Ну да, лучший выбор это не вмешиваться вообще. Ай, ну посмотрим, Хемниц, посмотрим. Пока мы можем помогать, мы будем помогать. Вот так. По крайней мере, сейчас на первом взгляде так точно. А дальше видно будет. Ну, с тобой можно поговорить? Да, можно, смотри. Ты кто? Что-то я тебя не видел раньше. Добрый день, меня зовут Эван. Я тут новенький. Не такой уж и новенький, как я погляжу, а я Сирена Марвиц. Вот тебе мой совет, новенький. Если рассудок и жизнь дороги тебе, держись подальше от торгового автомата. Можно поговорить обо всем? Поговорить о семье? Давай. Сирена, у вас есть дети? А ты что, папаши набиваешь? Спасибо, мне хватает своих. Просто интересно, как вы все успеваете. Не буду я с тобой говорить про свою семью. Оно тебе надо? Короче, чтобы поговорить о семье, нужно вот эти штуки заработать сначала. Ну давай поговорим о погоде. Не знаете, какая температура на улице? Я тебе термометр, что ли? Короче, иди в задницу, Сирена. До свидули. Слава богу, на разговор с ней мы не потратили времени. Крутое, да, предупреждение? Держись подальше от автоматов, если, типа, тебе... Жизнь дорогая. Ну, она просто отхерачит за то, что ты в автоматах покупаешь, а не у нее. А вот и зал общей работы. Здесь ты проведешь довольно много времени, работая или общаясь с коллегами. Maybe, 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 maybe. How are you? Привет, меня зовут Эван. Недавно тут работаю. Николас Пейдж, курьер. Да, чтобы торговать нужно... Чичи, помню, помню. Вот твое рабочее место, можешь пока осмотреться. Как только будешь готов, я выдам твое первое задание. Ну, типа... Ладно, давай осмотримся. Что такое? Нельзя сюда сходить. О, здесь можно поговорить. Отвали, мне некогда с тобой разговаривать. А с тобой можно поговорить? А че ты потом поговорим? Ой, я куда пошел? Куда я пошел? Надо было мне сюда идти. Привет. Ты кто? Че тебе надо? Магда Ракович. Познакомиться. Привет. Кто вас так научил обращаться к женщине, которая старше вас? Извините, что тебе надо? Хе-хе, до свидули. Ай, какие странные люди. Че, нельзя, да? Тук-тук. Товарищ Фергюсон в командировке, в ближайшее время его не будет. Тук-тук не сработал, ребят, вообще ни разу. Пошли назад, в общем. А, с кем не поговорить больше, ничего не это там, не того. Ну, в общем-то, да. Ну, давай, ладно. Осмотрелся, я покажу тебе твое рабочее место и объясню, что тут у нас происходит. Давай, расскажи про работу. Итак, мы с тобой находимся в зале общей работы. Люди в этих кабинетах распределяют всех посетителей по министерствам и кабинетам. Считай, что это первая линия нашей бюрократической обороны, за которую могут прорваться только избранные. Это ты про нас? Чувствуешь себя избранным? Люди часто думают, что они особенные. Но по факту мы все одинаковые. Два квадратных метра кожи, 206 костей, 5 литров крови. Если, конечно, ты непочетный донор и хорошо питаешься. И все. И все мы рано или поздно умрем. Ну, кроме мудрого вождя, понятное дело. Но перед смертью надо хорошенько поработать. Тебе будут приходить посетители. Тебе нужно выслушать их обращения. Выбрать подходящий бланк. Министерство и открытый кабинет. Нажимаешь нужные кнопки в терминале, печатаешь и отдаешь готовое направление посетителю. Давай про бланки спросим, что за бланки. Сейчас у нас в обороте 4 формы бланка. Запрос, жалоба, доносы, информация. Выбор зависит от того, что говорит посетитель. Если у тебя возникнут сложности, с определением типа обращения в терминале всегда можно посмотреть подсказку. Какие есть министерства? Министерство порядка, патриотизма, социальные заботы, труда, культуры, спорта, науки и техники. В общем, ладно, теоретически все понятно. Сейчас проверим, насколько теория отличается от практики. Итак, начнем с самого простого. Бланков обращения. Твое задание на сегодня обслужить 5 посетителей. За выполнение плана ты будешь получать очки авторитета. Я так полагаю, вот это они и есть. Я предпочитаю работать за деньги. Эван, авторитет в нашем министерстве ценится гораздо больше денег. Деньги можно украсть или найти, а авторитет только заработать. Без него можно забыть и о повышении, и о премии, да и о карьере вообще. Некоторые коллеги не станут с тобой даже разговаривать, если у тебя нет достаточного веса в министерстве. Хорошо, закончить разговор. Пошли, мы это уже поняли, что некоторые не хотят разговаривать с человеком без авторитета. О, работать. Обработать обращение пяти людей. Понедельник, 7 мая, в общем-то, сегодня. А вот кабинеты, смотри. Кто-нибудь идет? Нет? Сюда. Во, бланки надо было нажать. Я хочу сообщить о том, что Адам Плюк и его семья незаконно получают паёк по карточкам умершей бабушки. Это донос. А, ха-ха. А донос куда отправлять? Адам Плюк и его семья незаконно получают паёк по карточкам умершей бабушки. Наверное, это социальная забота. Какой кабинет у нас работает? В понедельник, 7 мая. Значит, блин, вот это вот все мешает. 301 кабинет. Работает в понедельник? Работает. 390 вот работает. Давай в 390 отправим. Печать. Вроде все отлично. Галочки получил. Далее. Давай. Здравствуйте. Вот список наших незамужних женщин-библиотекарей. Вот список. Ну, я так полагаю, это информация. Список незамужних женщин-библиотекаршек. Куда можно приурочить, ребят? Куда это можно приурочить? Подожди. Порядок? Да нет. Труд? Да нет. Культура и спорт? Да нет. Может, тоже социальная забота? Может, это патриотизм? Незамужние женщины-библиотекарши? А, социальная забота, я так думаю. Давай 301 кабинет. Печатать. Да, да. Это была социальная забота в натуре. Деньги получили. Хорошо. Хорошо, идем. Мне хотелось бы устроиться на работу в Министерство Порядка. А запрос это? Запрос. Министерство Порядка? Ну, я так полагаю, вам и надо идти к порядку, значит. 357-й в понедельник не работает. 800-й здесь вообще нет. 525-й. Нет. 154... Это вот какое-то. 212-й в понедельник работает, да. Можно... А, вас можно скрыть, господа, задание. Хорошо, печатаем. Ах ты, это Министерство Труда, да? Сука. Ну, ладно. Я думал, раз он хочет устроиться в Министерство Порядка, значит, ему в Министерство Порядка и надо идти. Но нет, видите, в Министерство Труда надо идти. Добрый день, я принесла образцы новой спортивной формы нашей сборной по военному ориентированию. Я принесла... Это информация. Спортивная форма. Военное ориентирование. Культура и спорт, я так полагаю. Хер или нет, да? 78, нет. 279 в понедельник, да. Работаем. Отлично. Это последний человек был или предпоследний? Предпоследний. У меня при себе полный реестр новорожденных из нашего района. Кому мне его передать? Новорожденные. В общем, это информация. Социальная забота. Опять же. 390. Давай. Отлично. Все, это был последний человек. 5 бланков есть. Надо выходить отсюда. Добрушеньки. Мы отработали. Но с одной ошибкой. Нормально, по-моему, для первого дня. А здесь достаточно сложно, знаете ли, определить. В какое министерство их, сука, отправлять? Хороший день. Читация выполнения. Я выполнил план, что дальше. Отлично. Так держать. Собственно, мне больше нечего тебе рассказать о работе. Дальше сам осваивайся. Знакомься с коллегами. Зарабатывай авторитет. Работая прилежно. 8 часов в день. Рано или поздно ты станешь начальником и будешь работать по 12 часов в день. Это ли не прелесть? Я учту это. Спасибо, Джордж. Я запишу в журнал, что ты прошел инструктаж. В тележке у стола лежат необходимые документы. Возьми их и отнеси. Маг Диракович, секретарша начальника. Докончить разговор. Окей, пойдем. Давай, вот она тележка. Маг Диракович на западе. Отчет берем. Отлично. Внизу подпись Джордж Хемниц. Погнали. Погнали. В принципе, это интересно, знаете ли. Надо уточнить вам. Я в первую часть не играл вообще, хотя она у меня висит. Можем попробовать поиграть, если вам интересно будет. Ну-ка, что тебе надо? Отдали документы. Хемниц Джордж попросил меня передать вам эти документы. Надеюсь, вы в них не заглядывали. Мне это не интересно. Я не спрашиваю, интересно или нет. Ознакомление с документами, на которых стоит вот такая печать, без допуска к секретным документам, может стоить вам свободы и даже жизни. Я, понятно, не изъясняюсь вполне. Но я предпочитаю анисовать то с чужие дела. Мне все равно, что и куда вы суете. Есть правила, регламенты, инструкции, которые необходимо соблюдать, если вы хотите задержаться в министерстве больше, чем на день. В случае ошибки вас не спасет ничего, даже ваша фамилия. А что не так с вами и фамилии? Вы еще здесь и продолжаете испытывать мое терпение. Извините, уже ухожу. На какая томная барышня? В общем-то, у меня 250 авторитет и есть. Я могу пойти и потратить их на знакомство с той милой дамой на входе. Пойдем, поговорим с ней. Ну-ка. Так, привет. Поговорить обо всем. Поговорить о семье. Сирена, у вас есть дети? Ну-ка. Это что, по вашей набиваешь? Спасибо, мне хватается их. Просто интересно, как вы все успеваете. Что тебе интересно? Ну, где ваш муж? Объелся груш. В смысле? Я однажды младшему принесла несколько груш, выменяла на рынке. А это скотина пьяная, их все сожрал под самогон. И что было дальше? Ну, я тогда молодая, была сильная. Поплохело ему, в общем. Кровотечение из носа открылось, так и помер. Отравление страшное дело. У нас много детей. Было трое. Одного еще в первую западную компанию призвали. Перемолола его война, как орех, в первый же месяц. Второй недавно нарисовался контуженный, говорит. Списали из армии. Детина здоровенная, а мозгов как у младенца. С ложечки кормлю. Третий. Ладно, что тут разболталось. И работать надо. А родители живы? После того, как младший родился, они нас к себе позвали в город. Комната тут у них в социальном доме большая есть. В пятером, но в тесноте. Да не в обиде, так сказать. К тому же, всегда есть кому капельницу поменять. Если что. Капельницу? Младший у меня болезненный, родился. Лекарства ему нужны. А какая из меня медсестра? Я только пирожки умею. А вам кто-нибудь помогает? Конечно. Чуткая забота вождя и постоянные победы на фронте. Шутите? Какие же тут шутки? Видишь, просто купаюсь в заботе. Ааа, ясно. Закончить разговор. Советую кисели, сколько хорошо бодрит и немного слабит. Нет, спасибо. Кисели, сколько вы? Да, не хочу. Спасибо большое. Круто. Вот если к этому автомату подойду, наверное, будет проблема с барышей. Ой, сирена, ой, сирена. Ну и история у тебя, конечно. А смысл мне был вот ее узнавать? Будет какой-то толк от этого или нет? Интересно. Посмотрим. Постойте. Это я, неуклюжий Морис. Помните меня? Вы помогли мне собрать бумаги, когда все остальные игнорировали меня. Я обещал дарить вас. Вот, это немного, но все, что могу. Книга, лучший учитель. С ее помощью вы сможете овладеть новыми навыками. Спасибо, Морис. Я вам очень признателен. Это вам спасибо за 15 лет, что я тут работаю. Вы первый, кто не прошел мимо. Ну, не будем проходить и дальше мимо, Морис. Что нам проходить дальше? У ног вождя. А я думал, может, книжку как-то завязать эту. Не знаю даже. Пойдем, пойдем с Хемницей поговорим. Долго придется ходить, наверное, вот так вот от дома до работы, от работы до дома. Но каждый такой поход должен будет сопровождаться как раз такими какими-нибудь интересными встречами, разговорами, подслушиванием и прочее, 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 прочее. То есть то, что нас должно увлечь ходить туда-сюда, 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 на работу домой, домой, на работу, домой, на работу, на работу, домой. А вот и Морис. Привет. Хемниц, прошу прощения. Все время путаю. О чем ты хотел поговорить? Эван, я хотел поговорить про твоего отца. То, что с ним произошло ужасное, я должен тебе кое-что рассказать. Я слушаю. То, что я тебе расскажу сейчас, знает не больше 20 человек в стране. Я сильно рискую, посвящая тебя хоть в какие-то детали. А потому очень прошу тебя, никому ни слова. Хорошо? Выкладывай. Как ты знаешь, несколько лет назад меня назначили проверяющим по этажу, но вместе с этим меня привлек рабочий шестой отдел. Шестой отдел – это же сказка для обывателей, миф. Самая главная хитрость дьявола в попытке убедить людей, что его нет. Шестой отдел считается вымыслом именно потому, что его руководитель так решил. Если быть точнее, так решил твой отец. Отец руководил шестым отделом? И чем вы там занимались? Тогда был запущен секретный проект Хеймдель, который руководил твой отец. Там мы и познакомились. Я всегда был очень хорош в цифрах, потому меня и привлекли, для оценки статистических погрешностей и возможных последствий. Он мало рассказывал о себе, но несколько раз упоминал о том, что у него есть сын. В эти мгновения у него так горели глаза, он гордился тобой, поверь мне. Так, расспросить про проект. Давай, Хеймдель, что это был за проект? Не здесь, а не сейчас, слишком опасно, нужно выбрать тихое место и подходящее время, как насчет завтра. А что отец говорил про меня? Он упоминал, что вы не поддерживаете связь, но всегда надеялся, что когда-нибудь ты присоединишься к нему. Почему ты так считаешь? Потому что за несколько дней до смерти он написал тебе письмо. Такое чувство, что он знал, что с ним что-то случится. Письмо? Оно у тебя с собой? Нет, оно дома. Я не ожидал, что ты объявишься так скоро. Я дам тебе его завтра и расскажу обо всем, что знаю в каком-нибудь тихом месте. Спасибо, Джордж, я не знаю, как тебя отблагодарить. Не стоит, Эван, твой отец был добр ко мне, это меньшее, что я могу для тебя сделать. Ну, в общем-то, ладно, спасибо, что рассказал про отца, Джордж. У нас еще будет время поговорить, до завтра. Ну, вот, побазарились, поработали, первый день прошел и идем. Что такое? Кто-то уже стучится. Пришли домой, а тут Хемниц. Хемниц, я только домой пришел. Что такое? Это не Хемниц, ты кто? А это Джеймс Кеннингем. Эван, я так рад тебя видеть, ты помнишь меня? Нет? Я давний друг твоего отца, Эван. Мы с ним работали бок о бок и дружили на протяжении многих лет. Я часто бывал у вас дома, неужели не помнишь? Твоя мать пекала невероятные вкусные пироги с ревенем. Она умерла много лет назад, я знаю, я был на ее похоронах, а теперь и на похоронах твоего отца тоже. Почему мне не сообщили? Почему лишили возможности попрощаться с ним? Боюсь, о смерти твоего отца все не так просто, а потому кто-то на самом верху решил поскорее закрыть дело. Именно поэтому я решил прийти к тебе, нам нужно обсудить твою работу. Как твой первый рабочий день? Все слишком быстро изменилось, еще неделю назад я планировал приехать к отцу в гости, познакомить его с семьей. Я опоздал даже на его похороны. Понимаю, Эван, вы с ним так и не помирились, не успели. Сожалею, если бы я заранее знал, насколько все серьезно, то устроил бы это назначение гораздо раньше. Так это вы устроили этот перевод в министерство? Именно так, но как ты догадываешься, сделал я это не за твои красивые глаза. Ты один? Где твоя семья? Все хорошо, они сейчас в Рейдинге у родителей Мириан. Рейдинг? Не самое подходящее место для девушки с ребенком. Там же сплошные угольные шахты, да агрессивные работяги. Я сам это понимаю, нужно поскорее подготовить квартиру для их приезда. Ладно, я готов ответить на все твои вопросы. Давай спросим про смерть отца. Джеймс, у вас есть хоть какая-нибудь информация по смерти отца? Почти ничего нет в этом. Каким-то образом замешаны начальники этажей. Это все, что я знаю. Я не могу провести полноценное расследование. Начальник этажа, это вот секретарша сидит как раз-таки перед кабинетом начальника нашего этажа, да, по идее? Ну почему ведь? Расследование это то, чем занимаетесь вы и ваше ведомство. Иван, единственным моим человеком в министерстве был твой отец. Видимо, он нашел какую-то очень важную информацию, и они его убрали. Если мы зайдем через парадную дверь, они просто спрячут все улики. Так что расследование внутри министерства и расследование смерти твоего отца это одно и то же дело. Давайте предложим помощь. Я хочу помочь. Вам рад этот слышать. Ты найдешь компромат на этих сволочей. Выяснишь, кто виноват в смерти твоего отца. А я прослежу за тем, чтобы они понесли заслуженное наказание. С чего начать? Я не детектив, чтобы искать улики. Твоя главная задача слушать, что они говорят. Записывать все. Задавать нужные вопросы, и у тебя все получится. Для начала возьмемся за твоего непосредственного начальника, Пита Фергюсона. Он жалкий тип, который любит только деньги. Убедишься в этом сам. И помни, чем выше ты заберешься, тем больше у тебя шансов изменить что-то. Воспользуйся этой возможностью. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Позвони мне, как только найдешь информацию. Не рассказывать о Хемнице пока что. В общем-то, закончить разговор. До свидания. Отлично. Наверное. Вот такая вот игра. И вот такая вот наша квартира. Телефон можно. Телевизор, точнее, можно включить. Шкафчик. В общем-то, неплохо. Неплохо, неплохо. Коридор огромный, здоровый. Прихожая, я имею в виду. Можно прям за еще одну комнату принять. В общем, ребят, до этого первый взгляд беты Beholder 2 заканчивается. А если вам идея приглянется... О, здесь сохранение даже подвезли. Это очень круто, потому что, опять же, в первой сборке, которую мне дали в марте, сохранения не было. Ну, и звуков не было, я уже сказал. Вообще никаких. Главное, и сейчас они есть. Если вам игра понравится, я обязательно сниму вторую часть своего первого взгляда на игру. Ну, по сути, меня она заинтересовала. Но, я так полагаю, она заинтересовала меня вот такими элементами геймплея, знакомыми нам по Papers, Please. Правда, Papers, Please я не проходил, поэтому мне игра Beholder 2 интересна. Возможно, тем людям, которые прошли Papers, Please неоднократно даже, Beholder 2 покажется какой-то смешной. Ну, и быть может и нет, быть может и нет, я не знаю. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно поставьте лайк и поделитесь этим роликом в своих социальных сетях. YouTube увидит, что вы проявляете активность и начнет советовать его другим пользователям. Спасибо вам большое. Помните, что сейчас все окей, а дальше круче. Пока.